Возлюбленная церковь! Всех вас приветствую! Слава Господу за то, что мы можем сегодня быть вместе. В жизни часто бывают ситуации неизвестные, происходят такие вещи, которые никто не ожидает, вот как то, что мы переживаем сейчас. И в Библии есть примеры таких людей, которые умели жить в разных условиях жизни, когда было очень хорошо и когда было очень тяжело, и когда человек ничего не имел, кроме надежды на самого Господа. Один такой человек, о котором я хотел сегодня поговорить, это никто иной, как сам апостол Павел, который умел жить в разных обстоятельствах. Он умел жить и в скудости, как он говорит, и в изобилии. Он умел жить в тюрьме и на свободе. Он умел жить в обилии и недостатки, когда он имел почесть великую от фарисеев, и когда он был в пренебрежении. Все это он научился принимать, как от Господа, и он научился в таком состоянии жить. Сегодня я хотел предложить тему такую для нас. Как научиться жить в разных условиях жизни? И текст, который мы прочитаем вместе, это Филиппинцам, 4 глава, 10 стих по 13. Мы так проходили через это послание и подходим к концу, и вот мы здесь увидим один стих, который многие верующие считают самый дорогой стих для них и для меня, и я думаю, многие из нас его знают наизусть. Мы его прочитаем и посмотрим, как вот апостол Павел мог этой надеждой жить и как это помогало ему переносить вот эти все разные обстоятельства, которые переживал он. Как он научил служить другим, как он научил жить в довольстве, довольствоваться тем, что он имел. И самое главное, он жил вот обетованиями Господнями, то, что он сказал, что никогда не оставит нас в наших трудностях. Давайте прочитаем. Филиппинцам, 4 глава, 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятельствовали обстоятельства. Я все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе». Такими словами закончил мысль апостол Павел, когда он говорит о том, что он научился в разных обстоятельствах по-разному реагировать. Как вот мы говорили, что он жил, когда перед тем, как он встретился со Христом, он был на высоте, на положении авторитетном, где он должен был быть один из самых важных учителей во всем Израиле. И все он это потерял и стал самым пренебрегаемым человеком. Даже верующие его не принимали какое-то время. Но он научился, как он здесь говорит, жить в таких обстоятельствах. Я хотел предложить нам три мысли из этих стихов, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Как научиться жить в разных обстоятельствах, чтобы это было угодно Господу? Потому что мы видим, как жизнь меняется вокруг нас. И тот, кто поменялся или научился жить, те могли дальше продолжать. А некоторые люди просто полностью все потеряли, им нужно по-новому начинать. Но мы видим, что мир заставляет нас менять то, как мы живем. И мы знаем, что время не очень легкое. И мы знаем, что пока не видно, что будет какое-то процветание. Мы видим, мы в неизвестном таком состоянии живем. Но Господь говорит, как Он здесь сказал в этом стихе, «Все могу, укрепляющем Меня Иисусе Христе». Так сказал Иисус когда-то своим ученикам, только Он сказал это наоборот. Он сказал такие слова, Он говорит. Он говорил, что вы без Меня ничего не можете делать. Апостол Павел, он как бы поменял эти слова и сказал наоборот. Он говорит, во Мне вы можете все делать. Все, не то, что я делаю, что хочу, но все, что Господь определяет для меня. Я могу это делать, потому что дьявол будет все усилия прилагать, чтобы сказать, «Нет, ты не можешь, ты ничего не можешь». А Иисус говорит нам, ты все можешь, когда ты будешь уповать на Мою силу. Итак, первое, что я хотел предложить, это, что нам нужно научиться служить другим. Как вот здесь мы видим в 10 стихе. Апостол Павел служил церкви филиппийцам. Филиппийская церковь, он создал эту церковь, он ее начало, он учил ее. Потом прошло порядок где-то 10 лет, когда они не имели никакого общения. То есть они, церковь не поддерживала апостола Павла, здесь не сказано почему, но какой-то причине они не могли сделать, оказать ему помощь финансовую или даже какие-то дары принести, они не могли ему это сделать. И апостол Павел говорит, я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о Мне. Вы же прежде заботились, но вам не благоприятельствовали обстоятельства. Мы видим, что апостол Павел не говорит, что эта церковь вообще не служила другим, потому что во второй главе он говорит, что не о себе только каждый заботится, но и о других, и он как бы не укоряет их. Он говорит, что многие этим уже занимаются, но он напоминает, что христианин должен жить для служения других. И когда мы служим другим, обычно две вещи происходят именно в нас, не тому, которому мы служим, а в нас происходят вещи, которые не всегда понятны. Почему? Вот мы служим другому, но у нас есть радость. Или когда мы служим другому, мы ободряемся, мы получаем, наоборот, увещевание или назидание, когда мы другому кому-то служим. И вот эти две вещи очень важны, когда мы служим. Мы получаем радость. Здесь апостол Павел говорит, я сильно возврадовался именно в Господе. Не просто радость, как мирская, но радость в Господе. Хотя церковь в Филиппийцах, она послужила ему, она принесла через этого служителя Ипофродита вот этот дар, который он долго не получал. И церковь радовалась, и апостол Павел радовался, что они послужили ему. И также мы знаем, что когда мы служим другим, это дает нам ободрение. Вот 15 стих, он немножко ниже говорит, «И вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне не участие под даянием и принятием, кроме вас, одних». Что этот церковь им послужила. И это было ободрение. Когда мы что-то делаем, и когда Господь нас показывает, что да, ты правильно делаешь, и Он нас ободряет в нашем служении. Апостол Павел также говорит, «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как и вы и делаете». И это будет обязательно приносить нам ободрение. И вторая мысль, то, что как мы можем жить в разных обстоятельствах в жизни, это когда нам нужно научиться быть довольными тем, что у нас есть. Довольными всему, братья и сестры. Вот здесь мы видим, как апостол Павел говорит в 11-12 стихе, «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным, тем, что меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке». У него, видно, здесь жизнь так постоянно идет. Мы здесь видим в изобилии, потом в скудости, потом мы видим терпеть голод и насыщаться, и опять говорит о в обилии и недостатке. Постоянно вот жизнь менялась. И у многих из нас тоже кажется, жизнь так идет, что не всегда все гладко. Кто-то только начинает жизнь налаживаться, потом раз какое-то падение, может, не с нашей стороны, но экономика могла обрушиться, или потерял дом, кто-то заболел в семье, и опять вниз идет. Вот Господь в таких обстоятельствах нам служит. Господь показывает нам, что у нас есть надежда в таких обстоятельствах, когда мы находимся в состоянии довольствия. Наши довольствия не зависят от того, сколько мы имеем, как здесь апостол Павел нам говорит. Он ничего не имел в тюрьме, но он был доволен. И когда он имел много, он тоже был доволен, он не хотел чего-то другого. Вот это нас учит, что то, что у нас есть, мы просто должны благодарить за это Господа и не нуждаться в чем-то больше. Как мы читаем, псалмопевец говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это не значит, что мы не хотим чего-то больше, но научиться быть довольны то, что есть. Потому что, когда мы хотим чего-то больше, это обязательно приводит к такому состоянию, что мы хотим больше, и мы недовольны, и мы начинаем роптать на все то, что вокруг нас происходит. Евреям 13 глава 15 стих говорит подобные слова о том, что мы должны довольствоваться тем, что есть. Апостол Павел говорит, имейте нрав несребролюбивый, то есть не любите деньги, но довольствуйтесь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину. Заметьте, как Он в конце этого великое обетование нам отдает, что не оставлю тебя и не покину, дорогие братья и сестры, что если что-то у нас не так слаживается, как хотелось бы, Господь нас никогда не оставит и не покинет. Он обязательно будет с нами, даже когда у нас все может отняться. Братья и сестры, его упование на Бога никогда не менялось, даже если менялись обстоятельства, даже когда он сам мог за себя постоять, может, когда он палатки шил и делал что-то, и он имел какой-то доход, это не давало ему права как бы на Бога не надеяться. Он и всегда надеялся на Бога, даже когда он сам мог заработать или когда он ничего не мог делать, потому что он был в тюрьме, и не было никакой надежды, как только взывать на Бога. Братья и сестры, мы должны быть готовы жить в разных условиях жизни, как и вот мир нам показал, что не всегда все будет так хорошо, как вот мы привыкли, как американцы, жить в изобилии, но это не всегда так будет, братья и сестры, мы должны понять, что до бесконечности такого не может быть, обязательно произойдет что-то, что может нас настолько изменить, и нам нужно научиться жить и в скудости, и Слово Божие нас так и учит, что придет время, когда мы должны будем действительно жить не так, как мы сейчас живем, потому что время вокруг нас меняется. Как мы будем реагировать на это? Братья и сестры, быть довольными также не зависит от количества нашего имения. Апостол Павел умел жить и в изобилии, как фарисей, который, когда он еще не знал Христа, у многого молила, он жил в изобилии, почтет нам состояние, его все уважали, но пришло время, когда он все это потерял, он стал жить в скудости, но при всем этом он никогда не терял надежду на Бога. Вот этот голод, холод, боль, мучения, страдания, которые он переживал, оно никогда не могло нарушить его упование во Христе, которое, как мы здесь говорим в тринадцатом стихе «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Но обман сатаны – это в том, что он всегда будет говорить, если бы у тебя было чуть-чуть, только больше, тогда ты будешь счастлив, тогда ты будешь радоваться, тогда ты будешь спокойно спать. Но мы знаем, что это обман, который многих-многих людей поражает, и они всегда ищут чему-то больше, чем довольство, со тем, что есть на настоящий день. Жизнь показывает, что многие люди, которые или выиграли деньги через какие-то средства, или получили наследство и не знали, как их использовать, это чаще всего приводит к разрушению их жизни, потому что они не могут, они не научились жить в таком состоянии, где у них много денег есть, и они тогда, жизнь их просто рушится. Довольствие – это также, мы знаем, что это не дар, который апостол Павел получил при рождении, это то, что он научился, вот как некоторые имеют дар музыки или пения, или говорить очень красиво, апостол Павел не имел этот дар, благо быть довольным, это научился, я думаю, когда он все потерял, ему не сразу так легко было, он должен был научиться этому, что теперь я пошел от великой почести к самому низкому состоянию, и все меня отвергает, и в этом он научился доверяться Богу. И то, что может помочь нам в этом научиться быть довольным, это то, что мы не сравниваем себя с другими, когда мы не сравним себя с соседом или то, что вокруг нас, и когда мы опускаем уровень наших ожиданий. Вот когда вот мы, например, если муж, жена только молодые, еще поженились, обои из них работают, у них может еще детей нет, и они привыкли к какому-то высокому такому образу жизни, а потом дети пойдут, и жена уже не может работать, и нужно немножко уровень тогда опустить, потому что жизнь показывает, что человек не может держать такой высокий стандарт жизни, когда только один человек работает. Но иногда люди оставляют свои мысли там, когда они обои работали, когда детей не было, и тогда они живут всю жизнь в таком состоянии и живут в долгу и так далее. Но Господь говорит, научись жить так, опустить свой уровень ожидания. И третья и последняя мысль, мы будем молиться, это то, что нам нужно научиться жить обетованиями Божьими. И вот это великое обетование в 13 стихе я думаю, мы, кто еще не знает, наизусть обязательно можем запомнить сегодня. Очень легкий стих. «Все могу в укрепляющем меня Христе». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», дорогие братья и сестры. Вот эти слова апостол Павел сказал, как я уже говорил, он как бы повернул наоборот то, что Иисус сказал, что без меня вы не можете сделать ничего. Но теперь он говорит, во кресте вы все можете. Какие это прекрасные обетования, что когда дьявол говорит, ты ничего не можешь, а Иисус Христос говорит, ты все можешь во мне. Когда мы не на себя уповаем, а на укрепление, как здесь сказано, когда Христос, который укрепляет нас. Но кто-то может сказать, это же апостол Павел, это был великий человек в истории, который был служитель Божий. Ну, мы же не апостолы, мы просто простые люди. Как я могу сравниться с таким человеком? Мы должны помнить, что тот Иисус, который был у апостола Павла, это тот же самый Христос, которому мы поклоняемся сегодня. И он тоже может в наших переживаниях и трудностях может нам помочь сегодня и укрепить нас так же, как он укреплял апостола Павла. Но дьявол очень сильно хочет, чтобы посеять это сомнение, что мы можем что-то сделать для Бога и сказать, ты не можешь сделать, потому что ты раньше пробовал и не получалось. Ты не можешь, потому что ты много нагрешил в жизни. Или ты не можешь, потому что ты просто неважный человек. Кто тебя будет слушать? Слушать, как может Моисей когда-то думал о себе, что он не мог говорить красиво, как он думал, но Господь его использовал, изменил его, дал ему все, что нужно было, чтобы вывести народ из рабства египетского. Господь нам хочет, чтобы мы приносили плод, но дьявол сильно будет прилагать усилия, чтобы нас остановить, чтобы мы оказались без плода. Как вот мы в прошлый раз имели праздник жатвы, и мы слышали о плодоношении, о земле доброй и о плохой земле, которая не принесла плод. Бог хочет, чтобы мы приносили плод, но дьявол будет все усилия прилагать, чтобы говорить нам, нет, ты не можешь, но Господь нам говорит, ты можешь в укрепляющем Иисусе Христе. Одна женщина, которая пережила концлагерь германский, очень сильно страдала, но она дожила до старости, потому что Господь ее вывел, это Кори Тенбун, которая написала несколько книг, и она известна на некоторые цитаты, которые, когда она была в этом лагере, она говорила, она сказала такую цитату, которая очень важная, потому что она ничего не имела, кроме упования на Христа, и она сказала такие слова, «Вы никогда не научитесь тому, что Христос – это все, что вам нужно, пока Христос – это не станет все, что у вас есть». У нее не было никакого упования на человека, только на Иисуса Христа, и он вывел ее и дал ей жизнь, и подкрепил ее делать то, чем она служила Богу дальше. Я хотел еще обратить внимание на само вот это выражение, «Укрепляющий меня Иисус Христос». Что это значит, братья и сестры? Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Дорогие друзья, вот Господь, Он укрепляет нас, когда у нас нет силы идти. На примере даже Иисуса Христа, когда Он был во плоти, и Он не имел никакой силы больше в Гефсиманском саду, что Ему нужно было в этот момент? Если вы помните, кто пришел Ему? Ангел пришел, и что Он сделал? Он Его укрепил. Кажется, Иисус был во плоти, но Он был Богом, но Он все равно в этот момент нуждался в подкреплении, потому что Он был во плоти, и Его нужно было подкрепить. И я думаю, мы как люди, мы христиане тоже нуждаемся, чтобы Господь нас укрепил, когда у нас нет силы, когда нам тяжело, Господь подкрепляет нас. Господь также укрепляет нас, чтобы дьявол не сделал нам зла. Он хочет нас укрепить, чтобы мы могли устоять и перенести плод, как мы слышали. И 2 Фессалоникийцам 3.3 говорит такие слова, 2 Фессалоникийцам 3.3, «Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого». Это слово «утвердит» это можно перевести так же само, как здесь, «укрепит вас». Господь утвердит, значит, поставит на твердое основание. Он утвердит вас и сохранит от дьявола. Мы молимся, Господи, Отче наш, сохрани нас от лукавого, не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И Господь, Он может это сделать, потому что кто верен, мы или Господь? Здесь сказано, Господь верен, не мы, потому что мы часто колебаемся, мы спотыкаемся, мы иногда на высоте, иногда мы спускаемся, у нас разная жизнь бывает, как у апостола Павла, он жил иногда на высоте, иногда спускался очень низко и не было ничего, но Господь и в таких моментах помогает нам идти дальше. И Бог укрепляет нас, чтобы прославлять свое имя. Он никогда не хочет нам, чтобы мы что-то сделали, чтобы слава была нам, Он всегда хочет, чтобы Ему была слава. И поэтому, когда мы, если мы присваиваем какую-то славу себе, когда мы что-то делаем, это обязательно приведет к тому, что Господь, Он не будет нам помогать, Он не будет нас укреплять. Но, как мы читаем 1 Петра 4, 11, часть этого стиха, служит ли кто? Служи по силе или по укреплению, которое дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа. Когда мы служим кому-то, как мы смотрели в начале, то мы это делаем только для одной цели, чтобы слава была Богу, нашему Иисусу Христу. И последнее, вот мы видим здесь, Господь укрепляет нас, когда мы испытываем сильный страх и ужас, и переживание, когда мы испытываем страх. Когда детский лагерь был, вот пару, может, месяц назад или сколько уже прошло, дети проходили тему Даниила, и они такие делали поделки, которые у нас до сих пор стоят. Этот стих из Исаия, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Вот эти стихи, они у нас до сих пор стоят, как память, что когда нам тяжело, когда страх, когда неизвестности, Господь всегда укрепляет нас. И в заключение хотел просто сказать такую мысль, чтобы мы... Давайте мы не будем в числе тех людей, которые говорят, что Христос для меня очень важный, Он важная часть моей жизни. Давайте будем в числе тех людей, которые скажут, Христос есть вся моя жизнь, Христос есть моя жизнь. И когда мы так живем, тогда мы сможем сказать с апостолом Павлом, как он здесь говорит, «Все могу, выкрепляющий меня Христе». И как он говорит немножко выше, когда мы проходили о том, о чем мы должны помышлять. Когда Христос укрепляет нас, то мы можем сказать с Павлом, что мы будем размышлять только о том, что истинно, честно. Когда Господь укрепляет нас, то мы будем не заботиться о земном, о небесном. Когда Господь укрепляет нас, мы будем радоваться. Когда Господь укрепляет нас, мы будем помнить, что наше жительство где? На небесах. Когда Господь укрепляет нас, Мы будем стремиться к почести высшего звания, и мы будем стремиться к достигнуть воскресения и так далее. Вот это все послание, оно базируется как бы на этом стихе. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Все могу сделать, когда Иисус является самой главной частью моей жизни. У нас сейчас будет время для молитвы. Давайте прославим нашего Господа. Аминь.